Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и сегодня суперкрутой день! Вы не представляете, как долго я его ждала, когда наконец-таки смогу вам сказать, что да, сегодня огромная распаковка сайта Лилко! Посмотрите, какие огромные коробки сейчас стоят на моем столе! Мы вчера забрали эти посылочки, и я просто всю ночь ждала, когда же наконец-таки мы их с вами распакуем. Даже Баксик и Фунтик решили просоединиться к моей распаковке. Многие из вас не рекомендовали заказать что-то именно на этом сайте. Я, конечно же, прислушалась к вашим пожеланиям, и в этих коробках просто чего только нету. И всякие крутые штуки для дома, и немного канцелярии, и рыльно-мыльные, и даже сюрприз-боксы. Так что вы даже не представляете, как сильная радость сейчас наконец-таки их распаковывать и снимать для вас это видео. Я тоже очень рад! Ребята, всем привет! Поскольку это мой самый первый заказ с этого сайта, я сразу же решила оторваться. Да и более того, там столько всего клевого, что я даже и не могла остановиться. И мне кажется, скупила половину сайта. Так что давайте уже скорее начинать распаковывать эти крутые коробки. Вот эта коробочка первая, так что начнем мы именно с нее. Но сразу же хочу сказать, если мы найдем сюрприз-боксы, то мы их будем с вами откладывать, чтобы в отдельном видео распаковать отдельный сюрприз-боксы с сайта Лилка. Ну что ж, открываем! Стою, надеюсь, вы готовы. Я точно готова. Я уже хочу посмотреть, что там. И... О, боже! Таполь кружки! И да, ребят, пока не забыла и не ушла в кураж, я хотела вам сказать, что ссылку на сайт Лилка я оставлю в описании. Переходите и смотрите. Ну и, конечно же, приятным бонусом для моих подписчиков будет промокод на скидку, который вы видите на экране. И он также прописан внизу в описании к этому видео. Ну и теперь давайте уже смотреть, что же в первой коробочке. И первое, что я здесь вижу, это вот такой вот замечательный мишка. Слушайте, он даже больше, чем я его себе представляла. Такой классический медвежонок. Какие у него красивые карие глазки. Вот такой вот носик. Он безумно-безумно мягкий. Его я заказала не себе. Его я заказала в подарок. Так, знаете, реально не стыдно подарить прям на 10 из 10. Это не единственная игрушка, которую я заказала в подарок. И следующее, что я заказала в подарок, господи, он тоже огромный. Это кит. Да, это же кит? У меня касатка это кит. Дельфин это кит. У меня все киты. Посмотрите, какой он классный. Его я тоже купила в подарок. Он будет стоять вот здесь вот на коробочке и охранять нас. И следующее, что у нас здесь было, скорее всего, это сюрприз-боксы. Я не могу терпеть. Хочу немножко посмотреть, что там. Давайте в один заглянем. Я купила все сюрприз-боксы, которые были на этом сайте. Мы их распакуем в отдельном видео. Та-дам! Ничего не понятно. Я единственное, что увидела, это папку. Кстати, такой небольшой спойлер. На сайте Лилка очень много сюрприз-боксов с канцелярией. Там прям можно купить один бокс. И ты, мне кажется, готов к учебному году. Но так ли это, мы проверим потом. Так что эти сюрприз-боксы я убираю в стороночку. Единственное, что здесь остается, кроме сюрприз-боксов, это смотреть, как много вот этой вот штуки. Вот этого дождика. Теперь мы переходим к коробочке номер два. Она пипец, какая тяжелая. Ой-ой-ой. Ну что, погнали распаковывать. Я так полагаю. Так, мне в суток написали. Пускай дорогу освещает путеводная звезда. Каждый день дарит радость и вдохновение. Не иссякает. С наилучшими пожеланиями команда Лика. Вот такая вот приятная открыточка меня ждала. Вроде бы мелочь, а очень приятно. Та-дам! Та-дам! Просто моя любимая штучка. Я хочу это сфоткать. По спойлерю в своем телеграме немножко. Вы тоже переходите, подписывайтесь на него. Потому что я его сейчас веду супер активно. Каждый день там с вами общаюсь. Все, фотки для спойлера готовы. Красиво, да? Так упаковано. Заказал и сразу можно дарить. О май гад! Сколько здесь всего! А еще, ребята, у них есть свои магазины. В нашем городе нету. Но вы можете перейти на сайт и посмотреть, в каких городах представлены именно магазины Лилка. К сожалению, в Екатеринбурге, насколько я знаю, нету. Знаю, что в Москве вроде Питере есть. Ну а мы смотрим, что же у нас в коробочке. Боже мой! Это кружки. Тут некоторые кружки заказаны на подарок. Ооо! Кружка, которую ты заслужил. Смотрите. Эта кружка, Денис, для тебя. Красно выглядит. Очень красиво. Очень круто выглядит. И цены, ребят, просто бомбовские. Самое главное, чтобы после посудомойки... Я не знаю, можно? Нет? Ага, боец KFC. Да. Борзел. Эту кружку я купила Денису, боец KFC. Денис очень любит UFC, так что это для тебя. Боец KFC. Давайте оценивать кружки по 10-бальной шкале. Ей оставлю 10 из 10 за креатив. Там еще, смотрите, на заднем фоне различный фастфуд. Там столько было кружек, что, честно, хотелось купить все. Я почти так и сделала. Идем дальше. Ооо, ну вот это я еще не знаю, кому я хочу подарить или оставлю себе. Но вы сейчас сразу поймете, почему она. Everybody dance now. Там мопсы, ребят. Вот они даже сейчас денсят, посмотрите. Ребята, я хочу тоже распаковывать колобку. А у меня все холосо, я уютный мопсик. Следующая кружка, я ее купила для Арсения. Ну, я думаю, Денис ее будет дарить, потому что, возможно, если я ему подарю, он обидится. А если Денис, ну там, братские отношения, я думаю, они поймут друг друга. Следующая. Вот это вот я купила в подарок для сетки. Она, скорее всего, видео мои не посмотрит, так что можно смело показывать. Ненавижу людей. Я просто много раз это говорила. Поэтому я решила, что нужно эту фразу ей подарить. Кстати, кружка безумно милая. Там такие какие-то пингвины супер, знаете, милашные, уютные, спящие, просто смотрящие. И такая надпись. Ненавижу людей. И последняя кружка, скорее всего. Она тоже с надписью. Ее я тоже купила в подарок. Жук не вывожу. Я все, ребят. Ой, я бы, наверное, все скупила и поставила, как за место обычных кружек. Типа к нам к Дости приходят, у всех обычные кружки, а у нас жук не вывожу, знаете ли. И ты чё, пёс? И ты чё, пёс, да? Вообще просто бомба. Теперь идем дальше. Вот это, честно говоря, я не знаю, здесь распаковать или в бьюти-боксах распакую. Ну, вернее, в боксах с подарками, скорее всего. Идем дальше. Мамочки, вот это красота. Носочки женские. Я их купила себе как раз-таки на это время. Они превзошли мои ожидания. Они супер прям мягкие. И посмотрите, здесь у них специальные вот такие вот на липучке, чтобы не скользить. Для меня актуально, потому что я недавно чуть не упала даже на ковре. Представляете, на ковре. На ковре, Карл. Ну, мамма миа, дольчик обман. А как ты думаешь, что это? Для фотографий. Да. Я вот нашла по распродаже, кстати, он был по скидке. Вот такой вот фотоальбом из фетра. Он очень стильно смотрится. И я решила, что я хочу его себе заказать. Посмотрите, какие здесь листы. И тут можно дать волю фантазия. Можно сделать как бы такие надрезики. И в эти надрезики вставить фотографии. Можно приклеить специальные уголочки, которые тоже продаются. И в эти уголочки вставить фотографии. То есть, вообще, по-разному можно здесь закомбинировать. Это очень круто. Я люблю фотоальбомы именно просто с бумагой, а не со вставками. Понимаешь? Тем более, у нас много фотографий типа из инстакса, нестандартной формы. Так много листов. И каждый лист, посмотрите, каждый лист в отдельном, таком специальном конвертике. Ох, ё-моё, тут у нас всё вместе. Ну, погнали, давайте. Бьюти-рутина вошла в чатик. На сайте очень много косметики классной именно по уходу. И очень много из этой косметики веганской. Ну, там всё натуральное, всё такое. И вот я купила себе попробовать вот такие вот пенки для умывания. В общем, пенки были для сухой кожи, для нормальной кожи и для жирной кожи. Поскольку моя кожа комбинированная. В одно время она сухая, в другое время жирная. Нормально редко бывает. Я купила их все. Вот эта вот пенка для умывания, для сухой кожи. Фирма Лабораториум. Я хочу это понюхать. Да, я могу это так вот сделать и понюхать. Ой, как она вкусно пахнет, ребята, травами. Балдёж. Первая пенка. Вторая пенка для нормальной кожи. Тоже фирма Лабораториум. Пенок много, ребят, не бывает. Особенно у меня. Они у меня очень быстро заканчиваются. Вот это чем-то цитрусовым пахнет. Приятно. И третья пенка для жирной кожи. Вот это прям знакомый такой запах. Пахнет какой-то вкусной свечкой. Серьезно вам говорю. Очень приятный аромат. Также от этой фирмы я заказала вот такие вот скрабы. Скраб Глинтвейн и скраб Шоколадный Маффин. Тоже от фирмы Лабораториум. Вот так вот выглядит Глинтвейн. Сейчас сначала его, так сказать, занюхнем. Это скрабики для тела. Ой, тут все запечатано. Если открою, точно никому не подарю. Что бы я хотела себе оставить? Я просто один хочу кому-нибудь оставить, может, на подарок. Шоколадный Маффин нюхать не будем. Оставим на подарок. Вдруг кому-нибудь захочу его подарить. А вот Глинтвейн откроем. О-о-го! О-о-о, он такой жесткий. Операция, распаковка прошла успешно. Боже, это так пахнет. Посмотрите, как выглядит скраб. Это, по видимости, сухой скраб. Это значит, что он очень экономичен в расходе. По себе знаю, я очень часто пользуюсь скрабами. Нанести небольшое количество скраба на влажную кожу тела и мягко помассировать в течение 2-3 минут. Пахнет, ребята, очень сильно корицей и гвоздикой. Знаете, такое чувство, что я не скраб нюхаю, а какой-то супер крутой сироп для кофе. Идем дальше по рыльно-мыльному. Это у нас фирма Лерана. Пена для ванны, лавандин и эланг-эланг. Я обожаю аромат эланг-эланг, поэтому я не прошла мимо этой штучки. Я знаю, что немногим нравится аромат эланг-эланга, но я кайфую. Результат снятия усталости и напряжения, заряд положительной энергии и восстановления сил, подтянутая и упругая кожа. Кстати, я заметила, что ванну мне нравится принимать именно утром, поэтому я ее взяла. Вот такое вот не успокаивающее, а немножко расслабляющее. И это у нас лосьон для тела. Он у нас идет с ароматом бергамота. Это веганский лосьон, тоже фирма Лерана. Вы знаете, что я очень люблю всякие лосьоны для тела, крема для тела. Он такой будоражащий. Он, честно, для меня пахнет зеленым чаем. Видимо, что я пью чай с бергамотом. Давайте дальше посмотрим, что у нас тут есть. Вот что еще из рыльно-мыльного. Ой, их не запаковали, но они доехали живыми. Это очень хорошо. Бомбочки для ванны, они такие огромные. Вот такая вот галактическая бомбочка. Посмотрите, она максимально galaxy. И вторая бомбочка, она прям выглядит как настоящий шедевр. Посмотрите, там такой вот котеночек. Похоже на пироженку. От рыльно-мыльного мы еще никуда не уходим, потому что я нашла мицеллярную воду. Ее много не бывает. Она у меня заканчивается скоростью света. Я решила попробовать тоже от фирмы Лабораториум вот такую вот мицеллярную воду. Посмотрите, какая она эстетичная. И пенки какие эстетичные. Их поставил на полку. И красота. А вот эта так вообще эстетика похожа на просто бутылочку воды типа ВОЗ. И скрабы для тела. Посмотрите, какие эстетичные. Прям Pinterest. Ну, я думаю, мицеллярку мы открывать не будем. Это все-таки мицеллярка. Теперь мы переходим к свечкам. Свечки я заказала как себе, так и тоже на подарок. Давайте смотреть. Ёперный театр. Минус очень дорогая свеча. Самая дорогая. Ребята, не доехала. Это самая дорогая свеча из всех, что я заказала. Ваниль и мускус. 100% соевый воск и ароматические масла. Ну, пахнет реально ванилью и мускусом. На что-нибудь мы придумаем? Я думаю, просто можно разбить. И свечку достать. И свечку достать. И какой-то стакан. Можно, наверное. Она еще должна быть такая супер масляная. Но я ее не буду трогать, потому что там осколки. Следующие свечки, которые, слава богу, уцелели. Это вот такая вот маленькая свеча инжир и карамель. Я думаю, вы видели не раз свечи от этой фирмы у нас дома. Только с другими вкусами. С таким мы еще не покупали. Это именно от банка Home. У них офигенные свечи. Они продаются, знаете, во всяких клевых магазинах. Одной такой свечой можно заблагоухать все вот это пространство. Она очень сильно пахнет. Купец вообще. У нас есть хвойный аромат. У меня догорает в адный что-то с ванилью. Вот теперь будет инжир и карамель. 10 из 10. Следующая свечка большая. Она уже от фирмы Лабораториум. И с ароматом маракуйя и сливки. Если мне не изменяет память, то должно быть два фитилька. Йес! Ура! Ой, как она сильно пахнет. Мне так было интересно понюхать, как будет пахнет свечка с маракуйей. У нас обычно свечи, знаете, более какие-то такие восточные, типа корица, ваниль, дерево, мускус. А с ягодами что-то редко бывает. Ой, это что такое? Я знаю, что это, ребята, это бальзам для поцелуев. Это так и написано. Намажусь и будем целоваться, хорошо? Договорились? Ну, тоже фирма Лабораториум. Ее очень много на сайте представлено. Как видите, там и свечи, и рыльно-мыльная. Я заказала вот такой вот себе бальзамчик для губ. Были еще бальзамы с цветом, но я заказала самый классический. Этот легкий бальзам для губ содержит чувственные эфирные масла апельсина и мандарина. Которые не только делают губы необыкновенно привлекательными, но и напоминают вам о лете. Очень вкусный, просто невероятный. Праздничный аромат, мне очень нравится, кайф. Давайте следующее. Смотреть, тут очень много носок, носков. У меня постоянно с ними проблемы. Давайте я вам покажу все. Первые носочки с печенюшками, мои любимые пряничные человечки. Следующие носочки такие немножко хэллоуинские с марсианинами. Ой, это вообще люто. Зря-зря. Носочки с утками и как бы такой фразой зря-зря. Я не знаю, тебе и себе их купила, но они клевые. Следующие носочки. Молодость все простит. Там столько всяких носков с различными фразами, знаете, и смешными, и вдохновляющими. Вот это прям вообще такая крутая. Дальше. Это я себе. О май гад, Данила, ты что, крэйзи? Включите видео года полтора назад, я постоянно так говорила. Офицер-пупщик для тебя. И производство вообще-то Санкт-Петербург, между прочим. Не хухры-мухры. Следующие носочки. Кусь. Они, кстати, высокие и с прикольными такими акулами. Творю, что хочу. Это я купила себе. Мне очень понравилась эта надпись. Да, 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 Пунтику точно нужны носки. Творю, что хочу. Беды с башкой, это я себе. Ну и Пунтику тоже. И Пунтику. Следующие носочки. Аллергия на тупых людей. Кому тебе, мне? У кого аллергия на тупых людей? У тебя. Я думаю, у всех аллергия на тупых людей, извините. Не тявкой. Это Арсеньев. Ты что, пес? Не тявка. Я ему собрала подарок. Я ему в кружку положу вот эти вот носочки, и он будет не ходить. Следующие носочки у нас. Люби, работай, страдай. Это тебе, мне не знаю, всем. Но у нас классная работа, поэтому можно их кому-нибудь подарить. Вообще-то тебе купила. Уже можно. Класс? Класс. Что-то все носки нет, там еще будут. Кстати, посчитайте, сколько было носочков. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я реально очень много носок купила. Очень. Следующие носочки. Ару с этой жизни. И шальная императрица. Бомба, бомба. Ребята, это просто. Что-то невероятное. Не могла бы вам это не показать. Смотрите, на уюте. У него вот им вайпс. Просто осенний вайп. Поймал пацан. Полностью осенний вайп. Это еще не все носки, ребята. Прикиньте, вот еще вот такие носочки с мишкой. Ну, у них, кстати, размер 35-40. И еще вот такие вот носочки. Они просто белые. И написано вот. Давайте идти дальше. Я еще нашла одну свечу. Маршмеллоу на костре. Вообще, я люблю маршмеллоу на костре. А тут еще и свеча. Пипец, нюхай. Она такая сладкая. Она очень сладкая, очень приятная. Но костра вроде нету. Да, костра нету в аромате. Костер, наверное, будет от огня. Костер, когда зажгешь, может быть, реально пойдет аромат. Всем рекомендую вот эту фирму. Я вам и раньше ее рекомендовала. Но сейчас еще больше рекомендую. Потому что у меня еще больше ароматов появилось. И выключили свет. Ну, здравствуйте, что? Придется подождать. Как говорится, 4 часа спустя именно столько у нас не было света. Чем мы занимались. Я все показывала в телеграм. Так что реально переходите и общайтесь так со мной. Ну, а теперь продолжаем распаковку. Давайте я вам покажу, что тут есть еще одна свеча. Та-дам! Слава богу, она цела. Это с новой фирмой Laboratorium. И с ароматом она кекс-ваниль. И здесь уже должен быть один фитилечек. Давайте откроем. Я очень сильно чувствую ваниль. И, наверное, кекс это именно та сильная сладость. Аромат сладкий, ванильный, кондитерский. Да, именно пахнет за такой вот кондитерской. Мне таких свечей искренне не хватало. Не знаю, будут ли еще свечи, но вроде бы нет. Так что смотрим, что же тут есть еще. В этой коробке есть такая вот раскраска. Называется «Живой мир. Творческие рисунки для взрослых». Давайте посмотрим. Я люблю всякие раскраски антистресс. Мама миа! Буду открывать аккуратно, чтобы ее не помять. Смотрите, какой тут красивый орел, совунья. Такие птички. Смотрите, как много птичек. Кстати, тебе не нравится, да? Ты не раскрашиваешь. Если я сяду, просто я тут вообще не буду. На первый взгляд, очень красивая и качественная. О, еще носок. Ой, да кто сейчас не жирный? Не просто так столько много носков заказали. Вот это мы подарим соседке. Теперь давайте открывать вот этот пакетик. Здесь у нас шарф. Он, кстати, был по скидке. Он мягкий. Он не очень объемный, как мне кажется. Но идеально для какого-нибудь пальто. Слушайте, ну он достаточно длинный. Надеюсь, тут размер написан. Размера нет. И он идеального цвета. Он такой красный. С синими вставками, с оранжевыми. Он прям максимально осенне-зимний. На оба сезона подходит. Бомба! Мне кажется, бомба. Очень классный. Идем дальше. Следующий это товар для дома. Корзина. Нет, это корзина для белья. Она позиционируется и как корзина для белья, и как корзина для игрушек, допустим. Ну, в общем, корзина для хранения. Выглядит она очень стильно. Это вот такой вот кролик. Это не просто мордочка. Это реально кролик. Посмотрите, у него есть ушки. Конечно, хочется, чтобы она выпрямилась. Ее можно отпарить, наверное. Она будет вообще в идеальном состоянии. О, тут подарочек для тебя и для меня. Тапочульки. Я думаю, вам не стоит объяснять, что я люблю объемные тапочки. И я увидела вот таких вот классных акул. Прям рот. Класс. И вторые тапочки, я уже вижу, что они больше. Это на тебя, Денис. Сейчас, можно одеть, да? Можно. Такая замерзлевая, без света. Просто лицо баксов. Все, ребят, Денис приоделся. Классно смотрятся тапочки. Можно и поиграть, и ножки погреть. Очень клево, да? Акула, играем! Виу, 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 виу. Ну все, Зай, ты попал. Он теперь от тебя не отстанет. Ну, сейчас посмотрим, насколько прочные эти ваши тапочки. Не-не-не, они видно, они очень качественно сшиты, они очень прочные. Ребята, проверка на прочность вроде бы прошла успешно. Если в первые три секунды не порвались, а у Фунтика челюсти-то как у акулы. Я не знаю, как дальше будет работать оператор, но пока что ситуация вот такая. Тапки были успешно спрятаны, потому что их очень сильно хочет разорвать Фунтик. Смотрите, что тут еще есть. Это диффузоры. Только я что-то немножко не поняла. Может быть, я что-то не то заказала. Но они без палочек. Где палочки? Может быть, мы в другом месте найдем? Написано ароматический диффузор с палочками. А палочек что-то я не вижу. Видимо, на сайте я что-то не то выбрала. Аромат морская соль и орхидея меня привлек. Следующий аромат булочки с корицей. Его я хочу поставить на кухню, потому что аромат корицы все-таки вызывает аппетит. Аромат дипеченая груша и бренди. Вот этот аромат хочу на праздники поставить. Мне вообще интересно, как это. Мы сейчас, наверное, попробуем. Если булочки с корицей, можно представить. А вот это... Знаете, похоже на карамелизованную грушу. Ну вот бренди. Я никогда, наверное, не нюхала бренди. У нас все-таки алкоголь, должно пахнуть алкоголем. Но алкоголь им не пахнет. Пахнет каким-то шоколадом и грушевым конфитюром. Вот я бы это так сказала. Да, все-таки с осенью как-то больше ацируется, чем с зимой. Но ничего. Следующее, что здесь есть, это вот такой набор раскопки. Там было много всяких вариантов раскопок. Я обожаю раскопки. Он такой тяжелый. И я это, знаете, заглядела в будущее и купила себе это на будущее. Я думаю, если у меня будет какой-нибудь челлендж, там 2-4 часа. Я не буду тусоваться, чтобы скоротать, так сказать, время. Возьму вот такой наборчик. У меня здесь, видите, в стиле единорогов. И нужно будет найти сокровища единорогов. Будут, скорее всего, какие-то алмазы, камни и так далее. Я такие больше нигде не видела. Только налилка. И еще, внимание, шок-контент. Просто посмотрите, какой огромный пакет. Как вы думаете, что это? Напишите в комментариях, ты как думаешь, что это? Одеяло. Нет. Покрывало. Нет. Подушка, сквиш. Нет, это не одеяло, не покрывало, не подушка, сквиш. Еще вариант. Я пока открываю. Палатка. Это палатка? Да, это халат-палатка. Не знаю, как это называется по-профессиональному, но мы называем это халат-палатка. В общем, это специальный такой большой худи, чтобы находиться дома в уюте. На сайте было три варианта. Первый с корги, второй такой вот фиолетовый и третий вариант был голубой. Очень красиво заказать такое на подарок. Но этот подарок я сделала сама себе. Ну все, давайте, смотрите, конечно, сейчас все примерю обязательно. Ооо, это реально палатка. Ой, ну какой реально большой. Ой, классно. Вообще можно упомянуть. Классный, какой он огромный. Он ниже колена, нет? Это круто. Очень классная вещь. Давно о такой мечтала. И тем более она такая мягкая, уютная. Такая вся нежная по цвету. Тут мои любимые единороги. Надеюсь, что я про Дениса не забыла и скоро я заказала еще ему. Ну а мы с вами продолжаем распаковку. Впереди нас ждет коробочка под циферкой 3. Она официально самая легкая. Давайте ее скорее откроем и узнаем, что же там. Поехали. Итак, встречает нас здесь праздник. И много-много сюрприз-боксов, по всей видимости. Да, ребят, просто посмотрите, как здесь много сюрприз-боксов. И внизу, внизу нужно быть внимательной и заметить, что там у меня папки. Папку я вам сейчас покажу. Я у вас какая-то женщина-папка. Я просто, когда видела вот эти папки, я подумала, блин, мне их надо. В общем, спойлер тому, что у нас много всяких там документов на всякую технику. Просто каких-то наших документов. Мы все храним, понимаете, да? Взрослая жизнь. И поэтому нам нужны папки. И вот я нашла такую красивую папку. Everything will be okay. Она фирменная, Лилко, очень красивая. И вот это просто в мое сердечко. Очень красивая такая в стиле сафари, с леопардами. И она очень тактильно приятная. Класс. Папок лишних не бывает. Так что закупилась немножко канцелярии в том числе. Спойлер, много канцелярии будет именно в сюрприз-боксах. Так что скорее ставьте лайк под эти видео. Как только вы наберете 20 тысяч лайков, сразу же выйдет видео с распаковкой и сюрприз-боксов от Лилко. Ну а я эту коробочку убираю. Ну а мы с вами переходим к коробочке под номером 4. Открываем. Фунечка, смотри, сколько здесь сюрпризов. Ура, я уже здесь вижу этот плащ-палатка для Дениса есть. Ну и первых, очень много праздника. Я его так вот аккуратненько уберу вот сюда. Ну а Дениса я поздравляю. И желаю ему прекрасного настроения. И чтобы ему было уютно вот в этой мятненькой, хорошенькой плаще-палатке. Они с корги. Сейчас все распакуем. Ой, какая классная по качеству. Красивый бежевый цвет. Я вообще думала, может быть, нам взять два одинаковых вот этих вот плаща-палатки. Потом думаю, блин, мы опять запутаемся. Где? Чей? У нас уже так было. Поэтому я решила, что я возьму разных цветов. Она прям как будто реально прям супер-гигантская. Сейчас Денис померит и вам покажет. Та-дам! Боже! Ты мистер уют. Тебе очень идет. Я рада, что я тебе именно бежевую заказала. Посмотрите, какая она реально длинная даже Денису. Как тебе по ощущениям? Ну, хорошие ощущения. Приятные. Да-да-да. Ну, а мы с вами продолжаем. Я купила стикеры. Стикеры немного, потому что на самом деле могла купить много, потому что стикеров, налилков, ну, просто тьма, тьмуща. Там, по-моему, несколько страниц со стикерами. Я взяла те, которые больше всего мне запали в душ, ну, либо те, которые, я думаю, что нам пригодятся. Во-первых, это вот такой вот пак стикеров с числами. А для чего? А для чего? А для адвент-календаря! Вдруг все-таки мы решимся в этом году делать адвент-календарь? Ну, или какие-нибудь задания, там, на дни рождения, там, какие-нибудь квесты. В общем, цифры, бомба, пушка всегда пригодятся. И, кстати, они, типа, подходят на разные подвергности для телефона, одежды, посуды, упаковки, ежедневника, ноутбука, открытки, заметок. Дальше. В таком же стиле я взяла стикер-пак с буквами. Они у нас латиница, так же это называется. Ну, в общем, английский алфавит, и, видите, всех букв по несколько. Дальше уже стикеры эксклюзивно от Lilka. Это их стикеры. Посмотрите, какие красивые. Он у нас идет со всякими осенними штучками. Видите, уют, диван, авокадо, тосты, просто тосты для ежедневника. Ну, и просто красиво. Далее. Более такой летний стикер-пак, но мне понравился. Здесь винишка, есть собачка, есть цветочки, свитхоум. Ну, в общем, такая тоже теплая атмосфера. И еще один стикер-пак мне почему-то напоминает Бали. Я никогда там не была, но я когда смотрю какие-нибудь фотографии оттуда, там тоже все время драгонфруты, какие-то байки. Ну, в общем, такая летняя атмосфера, да. Следующее, что тут есть, это вот такой вот красивый. Бафф-бомба. Бомбочка для ванны, тоже очень аппетитная. Смотрите, там типа клубничная шоколадка и много посыпки. Клевая, классная, хочу уже ванну принять. О, Денис, это тебе. Носочки с мопсиком. Посмотрите, какие клевые. Красные носочки с бежевым мопсом. Это подарочные коробки, ребята. Спойлерить не буду. Это все будет в распаковке сюрприз-боксов. Как и те боксы с косметикой, которые вы как бы увидели, но они тоже как сюрприз-боксы идут, поэтому я все-таки тоже отнесу их в следующее видео. Так что на этом, походу, распаковочка так быстренько подошла к концу. Неожиданно, да? Но впереди нас ждет еще огромная распаковка сюрприз-боксов, так что скорее лайкайте это видео, 20 тысяч лайков. И напоминаю, вы по моему промокоду можете получить целых 20% на первый заказ на сайте Лилка. Также он будет внизу в описании к этому видео. Но, внимание, он действует только целую неделю после выпуска этого ролика. То есть в течение 7 дней вы сможете сделать заказ после выхода этого ролика. Но потом он, к сожалению, работать не будет, поэтому успевайте. И подготавливайте подарки себе, друзьям, близким вообще всем-всем-всем к приближающимся праздникам. Тем более на Лилка можно найти вообще все. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok